Добрый день, наши дорогие зрители! Сегодня мы снимаем очередной выпуск диалогов о ритейле, и сегодня у нас в гостях очень опытный ритейлер Сергей Леонов. Сегодня он представляет компанию Retail in Detail. Сейчас он нам сам все правильно и интересно расскажет об этой компании, чтобы я вам ничего не переворола. Сергей, расскажите, пожалуйста, что значит Retail in Detail? Да, Retail in Detail — это некая идея, которая зародилась, наверное, года полтора назад, пыталась она воплотиться в какой-то интернет-модель. Целью этого является создание каких-то преимуществ удаленным ритейлерам, мелким ритейлерам, доступности каких-то технологий. Технологии формирования ассортимента, технологии ценообразования, технологии управления персоналом и так далее. Это некая интернет-площадка, куда может зайти любой ритейлер, увидеть для себя ту необходимую технологию, которой он нуждается и ее скачать. А вы поясните, технологии — это что, IT-технологии или что такое? Это скорее бизнес-процессы. Бизнес-процессы, правила, организация того или другое, что приводит к какой-то эффективности дополнительности. Вот приведите пример, допустим, с какой проблемой к вам недавно какой-то ритейлер обращался? Вот даже так. Большинство скачек — это все, что касается формирования структур ассортимента, все, что касается мерчендайзинга, все, что касается бизнес-процессов приемки, заказов, инвентаризаций, все, что касается организационных структур. То есть достаточно такой большой круг вопросов, с которыми обращаются ритейлеры. — Понятно. Вот, кстати, работа с ассортиментом — это, естественно, один из самых краеугольных камней ритейла. Давайте вот об этом поговорим. Какие на сегодня существуют стратегии работы с ассортиментом, Сергей? Может быть, какие-то есть современные находки, какие-то формирования, подходы к формированию ассортимента, к работе с ним? — Да, здесь вот стоит, наверное, рассказать, потому что ассортимент все-таки является основой многих ритейлеров. Они не сбалансированы, они, в первую очередь, может быть, занимаются отделкой помещений, оборудованием, другие занимаются ценообразованием. Хотя мы все немножко забываем о том, что вообще магазин, наверное, первый магазин, который был создан в мире — это инструмент передачи некого товара покупателю. Но надо сказать, что товары как раз необходимы для этого покупателя. И вот любое формирование ассортимента, оно, конечно, должно опираться на рынок, на спрос. Здесь несколько моделей, которые мы используем. Я бы еще хотел рассказать немножко о своей практике в Украине, где увидел несколько альтернативное решение формирования ассортимента. Ну, начну с традиционного, которое скорее работает в каких-то европейских сетях, в части российских сетей. Оно основано на рынке. Это когда я пытаюсь открыть магазин, я изучаю зону доступности, я выявляю для себя конкурентов. Отчасти для меня рынок — это те самые конкуренты, которые меня окружают. Их может быть три, четыре, пять, шесть магазинов. Моя основная задача — это переписать ассортимент в разных товарных категориях. Просто по количеству. Но предварительно я должен буду разбить этот ассортимент в этих категориях, например, на три ценовых группы — низкая, средняя и высокая. Вот именно в этих ценовых группах я и переписываю ассортимент. Например, если я переписываю молоко, группа товарная будет называться «Молоко стерилизованное литр такой-то жирности», я просто считываю у каждого конкурента количество СКЮ в низкой ценовой категории. Например, до 30 рублей, в средней от 30 до 50 и выше 50 — все, что касается высокого ценового сегмента. Вот у меня получается такая матрица, таблица, когда я могу видеть, какое количество СКЮ находится в разных ценовых категориях у всех моих конкурентов. Дальше я обращаюсь или к Нильсену, или к собственным продажам и вижу в течение двух-трех лет, что категория, например, молока, она или стагнирует, или растет. В случае, если она растет, я, вероятно, хочу предложить своим клиентам потенциальным более большой ассортимент в этой категории. Это понятно, потому что спрос растет, люди хотят больше выбирать. Соответственно, я должен предложить в той ценовой категории, где находятся мои клиенты, если это низкая ценовая категория, то в низкой ценовой категории стерилизованного молока до 30 рублей больше, чем у любого из пяти конкурентов по СКЮ. Средняя ценовая категория. Я предложу столько же, сколько мой самый большой конкурент в этой группе. И высокую я предложу одну-две штуки просто для выбора, показать, что это у меня есть. В этом случае я формирую ассортимент по данной категории по молоку как более широкий по отношению к моим конкурентам, что потенциально даст мне возможность еще и управлять ценами. Что еще очень важно? Важно сформировать правильный имидж. Если я в низкой ценовой категории предлагаю более большое количество СКЮ, то по сути имидж моего магазина, как минимум в этой категории, у покупателя будет формироваться как дискаунт. Скажем так, средний и ниже. Мне даже не нужно в большей степени брать какой-то бренд, понижать на него цену, опускаться в минус ноль. Я буду просто предлагать больший ассортимент в низкой ценовой категории. Покупатель сам поймет, что здесь больше товара дешевых. В случае, если моя категория стагнирует, то, скорее всего, я предложу очень узкий ассортимент для того, чтобы показать, что он у меня есть. Но, тем не менее, в той ценовой категории, которая существует. И третье исследование, которое мне необходимо для того, чтобы я более-менее корректно сформировал этот ассортимент. Отчасти это тот же самый Нильсон, JFK или другие компании, которые исследуют этот рынок. Это доля брендов на рынке. Например, если Coffee Nestle Classic занимает в кофе процентов 60 рынка, то, вероятно, я обязан буду предложить данный бренд своим покупателям, потому что они мне нуждаются. Так же самое, возвращаясь к той самой группе «Молоко», если «Молоко Вимбельдан» в низкой ценовой категории будет являться сильным брендом, то для своих закупщиков, формируя ассортимент, я обязательно предложу, чтобы данный бренд был в этой матрице. Таким образом, я сформировал некое техническое задание, по которому мой закупщик должен найти, провести тендеры или ввести какие-то бренды известные по количеству Sky в разных ценовых категориях. Здесь я получаю еще один большой плюс. Я разделяю маркетинг, формирование структуры ассортимента и закупки. Это те самые люди, которые переговариваются с поставщиками и ищут их. В этом случае я не получаю конфликта, который надуман или не надуман, но он существует, когда я, как ритейлер-закупщик, сам принимаю решение, какое количество я искаю и внедряю, сам нахожу данный товар, сам назначаю цены, боюсь, что сам еще и получаю взятки за это все. Да, а скажите, вот это вы описали классический такой случай, который вы говорите, как есть за границей и в некоторых российских сетях. А в большинстве российских сетях как строится работа с ассортиментом сейчас? Вообще по-разному, вообще по-разному. И вот логика того, что я рассказывал, она приводит к рыночному пониманию, какое количество в каких ценовых сегментах я должен предложить этого самого молока. Вероятно, из этого, понимая количество фейсов, я могу понять, какое количество оборудования и какого мне покупать. И только после этого я нарисую планировку магазина. Ну, большинство ритейлеров, когда я, например, общаюсь с ними, они мне показывают планировку, которую сделали в начале, а потом уже под нее подбирают структуру ассортимента. Если вдруг холодильников не хватает, то в этом случае молока они предложат покупателю меньше. То есть иногда у некоторых ритейлеров само оборудование, само понимание этого торгового пространства формирует ассортимент. Большинство ритейлеров, безусловно, используют тот ассортимент, который сложился у них годами. Уже они не помнят, как они сформировали первый ассортимент. Но от переговорной компании к переговорной компании они изучают маржинальность, они изучают товарооборот, они выводят бренды, которые плохо продаются, они пытаются вводить новый ассортимент. По сути, правильная практика, когда ассортимент изначально создан правильно. Есть ритейлеры, которые вообще не формируют ассортимент. На мой взгляд, таких большинство ассортимент живет сам по себе. То есть, если у меня есть плохие показатели по аутостокам или по аутошелфам, отсутствие товаров на полках, мой человек, который заказывает товар внутри магазина, не видя данного товара на полке, потому что он вымылся продактсом, он забывает его заказать. Но для того, чтобы полки выглядели замечательно, он берет соседние товары и эту дырку закрывает. По сути, все, на этом закончилась миссия данного товара. Если поставщик напомнит ему о том, что нужно заказать то, что продалось давно, он закажет. Но эти сети, они в том числе как-то пытаются технологизироваться давлению поставщиков, и иногда этих поставщиков дают ему поворот, не дают возможности ему заказывать данный товар. В итоге, или полки уменьшаются по количеству из каю, или наоборот, когда у него есть хорошее отношение с поставщиком, он наоборот пробует громадное количество молока продавать по одному ФСУ. И вот таким вот образом, на мой взгляд, и растет ассортимент или падает ассортимент, он живет, он дышит как вот живой. Но какой-то технологии в этом нет, конечно. Да, вы сейчас складываете впечатление, вы все-таки рассказываете о том, что какой-то конкретный человек принимает решение, определяет ассортимент. А каково ваше отношение к ассортиментным комитетам, которые, в общем-то, в российских сетях крупных, по крайней мере, есть? Насколько это полезный инструмент? Я думаю, что это полезнейший инструмент, потому что при формировании, при утверждении ассортимента, безусловно, принятие решения должны принимать несколько человек. Это самое лучшее. Это возможность не ошибиться. Это возможность поспорить. Это возможность увидеть какие-то настоящие аргументы. Это возможность не делать ошибки в будущем. Мы используем всегда, при управлении ассортиментом, именно комитет ассортиментный, в котором есть люди из операций. Это те самые, которые управляют магазинами. Люди из закупок, те самые, которые общаются с поставщиками. И люди из маркетинга, которые формируют ассортимент, делают ценообразование. По сути, каждый из них привносит определенную пользу. Маркетинг будет всегда настаивать по опыту на количестве SKU в ценовых сегментах. Закупщик будет говорить, что давай немножко мы поправим данную матрицу, потому что сегодняшнее предложение поставщика наполняет нас дополнительным доходом, намного лучше, чем мы даже можем заработать от продаж. Операции ведут свои интересы. Это количество полок, это управление и товародвижение внутри магазина. И все это, какое-то дополнительное оборудование, и все это вливается в какой-то утвержденный ассортимент в итоге. Я могу сказать, что, наверное, из того ассортимента, который формирует маркетинг, уже в операции, в управление на полке, переходит, наверное, 90% того, что было ими создано. 10%, тем не менее, операции и закупки корректируют. И в моей памяти всегда это только на пользу клиенту и на пользу рентабельности компании. Да, очень интересно. Спасибо большое. Два наших читателей теперь задумались. Вот, читатели и зрители уже задумались, побежали считать и думать. А я вот хочу спросить вас о такой проблеме. Текучесть, текучка кадров, да? Особенно линейного персонала, персонала, который работает непосредственно в торговом зале. Очень высокие, я даже не боюсь называть какие-то цифры. Последние, которые я слышала официально, были больше 100% ритейлеров. Да, класс. Вот, что делать? Что с этим делать? Можно как с этим вороться? Нет возможности у ритейлеров платить много денег. У них маленькие зарплаты, у этих людей. У них специфический, наверное, даже менталитет. Что делать? Вот наш постоянный колумнист Дмитрий Потапенко, он всегда громко говорит, что у него работают исключительно мигранты бывших советских республик. Они достаточно исполнительные, не очень, может быть, умные, но зато соглашаются на маленькие зарплаты. Может быть, это выход? Ну, безусловно. Вообще нужно, на мой взгляд, иметь несколько проблем и несколько решений. Но вот понимание этих нескольких проблем в связи с большой текучестью кадров, нужно их понять почему. Ну, давайте возьмем рынок России. Небольшая безработица. Да. Динамика развития сети, тем не менее, продолжается, наверное, меньше, чем до кризиса. Но, тем не менее, это одна из развивающихся абсолютно отраслей российской экономики. Одна из самых больших отраслей российских экономик. Если не первая, то вторая точно. А здесь они спорят с государственным сектором. Люди, 120%, 100%, 80% текучести этих людей. Вообще, кто может сказать, много это или мало? Вот по ощущениям много. Мне кажется, очень много. По ощущениям много. А может быть, это хорошо. Может быть, это немного. Я не знаю, по-моему, во всех экономиках, в учебниках по экономике пишут, что же, чем меньше текучка должна быть в каких-то низких рамках, да? Давайте определим, для каких... Для пользы предприятия. Для каких категорий, для каких людей, какими компетенциями они должны управлять. Если ваша компания технологична, вы можете взять любого абсолютно человека, обучить его в небольшой абсолютно программе. Обучение, например, дневной, и после этого посадить его на кассу или вывести его в торговый зал, и у вас все очень технологично, и все управляется цветами, большими буквами, то в данном случае, вероятно, у вас открывается огромный потенциал к поиску персонала неквалифицированного. Первый вопрос – это технологичность. Это определенные компетенции людей, которых вы обучаете. Стоимость этих людей на рынке, она понятна. Кассир стоит в городе Тула столько-то денег. Кассиры в городе Москве стоят столько-то денег. Вы можете платить, конечно, им больше этих денег, но какой смысл в вашей экономике платить им больше денег, понижать свою операционную прибыль, если завтра откроется обязательно какой-то магазин по соседству, он будет платить на 50 копеек дороже, и ваш человек он уйдет туда. Или вы готовы конкурировать с конкурентами зарплатами и понижать свою операционную прибыль, либо вы делаете свои процессы таковыми простыми, что вы можете набирать достаточно большие количество людей, неквалифицированных, которые могут управлять. Поэтому для меня никогда не было ротацией персонала, уровня компетенции, приемка, кассир, мерчендайзер, как что-то такое очень важное. Я должен платить им деньги, я должен выявлять талантливых людей, я должен их обучать, я должен их поднимать на более высокие компетенции. В этом случае в моем управлении будут прорваться только те люди, которые этого достоин, которые могут привнести не только своими силами, знаниями, опытом работы, но и желанием работать в компании. Если же мы говорим о людях компетенции высоких, например, меньших или там директора магазина, для меня это однозначно ротация текучка данного персонала очень болезненна, потому что они являются носителями технологий, они являются те самыми наставниками для тех людей, которые у меня имеют самую большую текучесть. Если от меня уйдут именно менеджеры и директора магазинов, в этом случае мне некому будет передавать эту компетенцию, мне некому будет передавать данный опыт. Поэтому, опять же, я оцениваю рынок, и для этих людей процентов на 10-15 моя зарплата будет больше. Я ее буду беречь. Я ее буду воспитывать, я ее буду учить, я буду вкладывать на нее больше денег. Вообще, модель управления компетенциями, она обязательно должна быть в каждой компании, особенно быстро растущей. Для меня абсолютно не важно сколько процентов, 100 процентов, 20 процентов, 120 процентов. Все зависит от уровня компетенции. У кого больше текучка, я буду вкладывать в людей, которые являются позвоночником моей компании. Я буду инвестировать в технологии, которые будут, скорее, просты для более большого круга людей. Классно, да. Очень интересно. Расскажите подробно об этих технологиях, что ли работы с непосредственным линейным персоналом. Все-таки я знаю, что в разговорах ритейлеры очень много жалуются на то, что эти тренинги, которые проводятся непосредственно с продавцами, допустим, на знание ассортимента, они, в общем-то, малоэффективны. Все равно это приводит к тому, что, возможно, в результате текучки, не знаю, по другим причинам, что продавцы, допустим, в магазинах, которые непосредственно работают с товаром, которые должны объяснять клиенту, что это, в общем, за мясо или сыр, откуда вообще, с чем едят, зачем, сколько стоит. Ну, ладно, это знают. Ну, не знают или не хотят об этом говорить. Что с этим делать? Вы считаете, что эта проблема так же есть? Так же существует? Да, существует. Что делает? Безусловно. Ну, смотрите. Значит, когда... Первая часть вашего вопроса, это касается примеров, например, таких технологий, которые позволяют, может быть, иметь меньше людей, а главное... А, соответственно, сокращать текучку в этом смысле. А, во-вторых, как решается проблема, тем не менее, с обучением людей, которые должны обладать компетенцией на объяснение каких-то качеств товара. Вот. Хорошо. Вот это... Вот пример. Я какое-то время жил в Великобритании. У меня перед домом был магазин, кооператив. Это небольшой магазин, формат, у которых и в России достаточно много. 200 квадратных метров. И у меня была всегда загадка, почему там в магазине один или два человека без персонала присутствует. Мне тоже нравится и в Европе. Так мало... И больше... И больше нет никого. Сейчас оцениваю такие магазины в регионах, там персонал доходит до 20 человек. Вот поэтому мне это интересно, почему там работает всегда один человек. Притом не могу сказать, что высокая интеллектуальность. Это красные волосы, куча сережек на любой части тела. Вот. Ну просто интересно. Он абсолютно простой парень. Молодой. И работает с утра до вечера один. Могу сказать, что средний человек в Великобритании больше в России, а этот магазин, могу сказать, что он достаточно трафиковый. Вот изучая, разговаривая с ним, видя, как это работает, я понимаю, что у них магазин разделен на три части. Торговый зал, зона приемки и складская зона. Все эти зоны ограничены между собой дверьми, которые открываются карточкой магнитной. Итак, магазин закрывается в 23 часа, и молодой человек уходит, закрывая свои карты и дверь в входной магазин. В 12 часов и в час ночи приезжают два грузовика со свежими продуктами и не бокалейными продуктами, напитками. Выходит человек, на лопате загружают роллкейджи, такие сетки на колесах большие, загруженные товаром. Открывает со стороны входа на приемку своей карты дверь, дверь открывается, он забирает с этой зоны приемки пустые роллкейджи и ввозит роллкейджи, которые он привез. Надо понимать, что он не пройдет в помещении склада и в торговый зал, потому что они зачипированы дополнительными налогами. Обычно на это уходит 10-15 минут. Он забирает пустые роллкейджи и едет в следующий магазин. Так же происходит со вторым грузовиком. Все через роллкейджи. Единственное, что продукты, которые хранятся в холодильнике, привозятся в специальных пакетах, фольгированных, для того, чтобы температура в них держалась в этих роллкейджах еще примерно часов 6. Молодой человек приходит в 7 утра, открывает дверь, открывает зону приемки. Клиентов еще нет, они приходят в 8 часов. Он берет пустые роллкейджи из магазина, ввозит в зону приемки и оттуда берет заполненные роллкейджи, которые сделаны как часть торгового оборудования. То есть, если это холодильник охлаждаемый, я этот роллкейджи ввожу в этот холодильник, и все, больше мне ничего вставлять не нужно, потому что это и есть полка. А стандарт мерчендайзинга, который использует данная сеть, и выкладка была сделана еще на уровне логистического центра. То есть, там есть количество фейсов и глубина. Все, что им нужно сделать, это вложить этот роллкейдж в холодильник. То же самое он делает с роллкейджами для напитков, для поколенной группы. После этого он что-то делает с деньгами, с разменом, моет пол и 8 часов открывает магазин. Все оставшееся время он находится в большинстве своем именно заказы. Днем, когда трафик достаточно большой, в 11-12 часов, к нему приходит человек, который его компания нанимает на 2-3 часа. Это аутсорсинг, в основном это студенты, которые помогают довыложить товар, который остается, который может перемещаться со складской зоны, который помогает убрать пустые коробки, вымыть пол, вымыть стекла, окна, и уйти, когда трафик спадает. Вот, собственно, технология. На словах достаточно просто. Безусловно, компания прошла длинный путь для того, чтобы организовать огромные распределения центра, для того, чтобы выкладывать данные товары, но на сегодняшний момент это меньше 2% затрат на персонал в этой компании. В наших же компаниях отличный показатель, если вы имеете 4-5% от товарооборотов затрат на персонал. А большинство компаний, на мой взгляд, имеют 8-9%. Затрат на персонал. Конечно, это большая проблема. Они от вас еще и уходят, эти люди. Вы им обратите столько денег, вы еще должны их находить, вы несете дополнительные расходы. Но это не технологично. На мой взгляд, если вы устраиваете сеть, технологию, то скорее нужно инвестировать в эту технологию. Теперь про обучение. Обучение. Когда первый раз в компании, которая работала, принесли бизнес-процессы, я как человек, работающий на приемке, например, я в них мало чего понимаю. Это какие-то кружочки, квадратики, четырехугольники, в которых написано высокоинтеллектуальным языком, что я должен сделать. Я должен понять, значит, вот эти вот все стрелочки, которые расходятся. Или мне дают вот такую длинную инструкцию, и я начинаю засыпать где-то на середине этой инструкции. Конечно, безусловно, мне это, во-первых, скучно, мне это не нужно. Я потеряю эту бумагу и еще тысячу моментов, почему я это делать не буду. То обучение, о котором мы с вами говорим, оно очень просто для восприятия людьми. Обязательно это обучение нужно готовить вместе с этими людьми. Нужно готовить на их языке. Адаптировать. Нужно писать большими буквами. Нужно делать маленькие предложения и лучше визуализировать эту историю. По-узбекски. Как хотите, по-узбекски, по-русски. Это абсолютно не важно. Здесь нет никакого ухищрения. Здесь нет ничего такого, что могло бы позволить унизить того или другого человека. Это просто восприятие. Мне 40 лет, у меня есть два образования. Я жил в разных странах. Я изучаю много всего интересного в этом мире. Я читаю огромное количество книжек. Но в прошествии этого времени мне картинки интереснее смотреть все равно. Это не вопрос интеллекта данного человека. Это вопрос восприятия. Да. Поэтому мое обучение, все, что касается, например, колбасы и срезов этой колбасы, оно будет полезнее для человека, который работает за прилавком, если у него будет 5-6 слайдов. Они будут очень нестандартные, потому что он их запамят. А еще лучше, чтобы эти слайды создавали у него настроение. Они могут быть с юмором. В этом случае он может это быстро запомнить. И его отношение к клиенту, когда он режет эту колбасу, вспоминай эти слайды, будут выдавать в нем улыбку какую-то, вспоминая, что это было с юмором. Или сопровождалось каким-то анекдотом. То есть это не скучно. Я всех призываю делать не скучные процедуры, не скучные правила, не скучное обучение. Максимально визуализированное. Лучше делать, соответственно, вместе со своими сотрудниками этой компании, в которой вы работаете. Пожалуй, так. И еще раз. Оно должно быть настолько простым, насколько вы хотите, чтобы обычный человек, потерявший работу, к сожалению, мог прийти в вашу компанию. И он не работал никогда в ручной торговле, а за один день вы сможете из него сделать хорошего ритейлера. Наверное, это очень дорого для ритейлера, да? Создавать такие учебные центры, находить таких людей, которые будут готовить такие уникальные материалы. Кто-то вообще так делает среди российских ритейлеров? Опять же технологии. Я говорю, смотрите, давайте возьмем компанию. В ней работает 5 тысяч человек. Вы сказали, что ротация, текучка может вставлять 100%. То есть вы за год должны нанять 5 тысяч человек. За месяц вы должны нанять примерно 450 человек. За день вы должны нанять 20 человек. Сколько вам потребуется ресурсов, чтобы уволить, принять, переместить сотрудника, отправить его в магазин, оплатить агентству, напечатать объявления. Ресурсов уходит при текучести персонала достаточно много. Проще инвестировать хотя бы 10% от этих ресурсов в создание тренингов. Это огромные деньги. Насколько мы считаем эти деньги? Насколько для нас поиск персонала является какой-то самоцелью, заполнением штатного расписания? Мы не считаем, сколько денег мы тратим. А когда мы посчитаем, мы поймем, что нам проще нанять приличную организацию, которая создаст данный тренинг и нанять хорошего HR менеджера, который сможет этот тренинг сделать и сопровождать его. Второй вопрос. Технологии. Технологии обучения. Нам нужно громадное количество персонала, который будет обучать этих людей этим тренингом. Казалось бы. Но если мы с вами подумаем, опять же, в аспекте технологий, то нам достаточно принять для себя центральное офисо правило, что мы собеседуем людей каждый день, но нанимаем их только по понедельникам. И первый день работы этого человека – это понедельник. И начинается он всегда с тренинга. Вот все, что было найдено, прособеседовано за предыдущую неделю, проходит обучение в понедельник. И мне нужен в этом случае всего лишь на понедельник хороший тренер, который на языке моих сотрудников визуально объяснит им те правила, которые работает компания. Один день в неделю. Все другие четыре дня он может заниматься чем-то другим. Или ездить по регионам. В понедельник он в Москве, во вторник он в Туле, в среду он в Галуге, если сеть достаточно большая и межрегиональная. Вопрос технологий нам никто не запрещает создавать правила в своей организации. В этом есть наша предпринимательская основа. В этом есть суть бизнеса – сделать конкурентное преимущество. В данном аспекте конкурентным преимуществом является технология, сокращающая затраты на персонал и сокращающая, как ни странно, текучку. В этом случае, применяя данную технологию, простоты процессов, простоты технологий заказа, приемки всего товародвижения, которое существует в магазине, мне не нужно 5000 человек, я не буду иметь 100% текучести 5000 человек в год, но зато я буду иметь компанию, в которой работают 2000 человек, которым я могу платить больше денег. По сути, это все равно будет для меня дешевле, нежели я плачу 5000. И я сокращу текучку, даже пусть она будет не 100%, а 80, и моя текучка будет 1600 человек. Вот он, пример того, что технологии из 5000 человек в текучести делают 1600, а процент для нас с вами о чем говорит. Здорово, спасибо большое. Очень интересная идея. Мне бы еще хотелось поговорить о перспективах, какие, может быть, вы видите точки роста для российских ритейлеров, какие направления, может быть, вы посоветовали бы для развития новые форматы, новые, даже не знаю, ниши какие-то свободные. Наверняка вы что-то такое видели, возможно, за рубежом, что для российского рынка могло бы быть очень интересным. Безусловно. Я вот в начале, когда мы начали беседовать про ассортимент, пообещал рассказать про некую практику, которую я увидел в Украине. Да. Вообще, я всем советую ездить по странам, изучать ритейл. Притом, это не должно превращаться в собственный шоппинг, шоппинг своей семьи. Вот. И, значит, наслаждение какими-то визуальными красивыми картинками замечательных компаний, как Witch Rose, Whole Foods, где очень вкусно все, и все замечательно пахнет, все очень красиво. Поедем тебе в Херетс. Да, в Херетс. Узнаем, что там приделает к пятерочке. Какие там технологии они используют, да. Нет, конечно, я за то, чтобы ездить, может быть, даже к нашим соседям, с которыми по ментальности мы очень близки, и учиться в том числе у них. Рынок в чем-то отстает, а в чем-то он опережает. Вот все, что касается ассортимента, на мой взгляд, он опережает российский рынок. В Украине? В Украине. Сам подход по формированию структуры ассортимента, сам подход к предложению для клиентов этого ассортимента. Уникальная вещь. Вот передо мной в один прекрасный год стояла задача создать магазин, который по имиджу будет свежим. Ну, просто свежим магазином. Все так хотят. В стратегии каждого ритейлера, если она есть, а если нет, то не будет. Так что, в принципе, он работает в мозгу акционеров или генерального директора. Он всегда будет говорить о том, что у него, а, доступные цены, у меня, самые широкие ассортимент, и самые свежие продукты. И, в принципе, они все схожи, эти стратегии у всех. Ну, на деле, так не получается. Я, как клиент, ходящий за продуктами, не могу увидеть там какой-то свежести. Там есть овощи и фрукты, там есть, значит, какое-то производство, там есть еще что-то. Но вот имиджа четкого свежести у меня нет. И я долго думал на эту тему. Почему нет? Это касается выжить даже маленьких магазинов. В средних магазинах, скажем так, до двух тысяч лет, до каких-то более больших форматов. И вот, что я определяю. Мы с вами, как клиенты, а именно в такой позиции мы с вами должны всегда рассуждать, для того, чтобы не потеряться во всех процессах компаний и во всех бюрократиях компаний, которые мы создаем. Мы приходим в магазин, и что мы встречаем перед глазами? Куда наши глаза двигаются? Что мы видим? Вы знаете, вот большинство торгового пространства, наших магазинов, я могу характеризовать как некую бакалейную лавку. В которых есть 100 видов круп, 100 видов макарон, 100 видов муки, сахара, огромное количество напитков. Эти товары, они не создают имидж свежести, но они занимают большинство нашего торгового пространства. Что мы хотим от клиента, когда тот и воспринимает этот магазин, как магазин бакалейный напиток. Что сделала величайший, на мой взгляд, на Украине сеть Сильпо, которая абсолютно перестроилась 3 года назад и сейчас. Они сформировали ту структуру ассортимента, которая как раз и создает этот имидж. Что они сделали? Они пошли по пути оценки оборачиваемости товарных категорий. И если свежие товары оборачиваются быстрее, например, молоко, хлеб, овощи, фрукты, которые мы покупаем с вами каждый день, их оборачиваемость в среднее время будет 3-4 дня. Но если мы покупаем с вами макароны, как часто мы их покупаем? Может быть раз в 2 недели, а может быть даже реже. И вот наши полки в этом случае на это реагируют. Они завалены макаронами, но у нас всегда есть трудности с овощами, фруктами, молоком. Даже на полках у многих ритейлеров. Компания поставила для себя задачу, например, сделать оборачиваемость данного магазина 7 дней. Они оценили ассортимент. И выкинули из этого ассортимента все товары, которые оборачиваются более чем 7 дней. Не нужно рассказывать, какой ассортимент там остался. Основой его являлось как раз именно производство, именно овощи, фрукты, именно молочные продукты, именно хлеб. Именно товар, который продается на кассах, в меньшей степени бокалейная группа, в меньшей степени бесконечное количество банок со шпротами, бесконечное количество тушенки, бесконечное количество всех видов напитков. Но это было основой. И этой основой они выделили процентов 70 торгового зала. А остальные 30 процентов, это тем не менее необходимые товары, те самые группы, те самые бокалейные группы, они попытались создать дополнительные зоны весовых товаров. Из бокалей создали весовые товары, их можно покупать на вес. Это определенная доступность, это опять же формирование имидженистской цены, это более высокая оборачиваемость. Одно дело, вы продаете в подложке печенье, которое произвели, или весом. Весом, любой ритейлер скажет, продается лучше. Да, даже при менее. То есть, часть вот этой бокалейной группы, они начали продавать на развес. И еще 10 процентов пространства заняли бокалейной группе на вес, которые в отображении меня как клиента, не являются уже товарами несвежими. Все, что на вес, это рынок. А рынок у нас четкая ассоциация свежести. 20 процентов товаров стоит на полках. Это необходимый алкоголь, необходимая вода, необходимые макароны. Но они размазаны по всему торговому залу. Они не точечные. И они, скорее, сопровождают свежие продукты. Кетчупы я буду продавать вместе с мясом. Какие-нибудь макароны я буду продавать вместе, недалеко от рыбного отдела. Иногда эти макароны могут повторяться и лежать в разных местах. И для меня, как клиента, Сильпо создало магазин исключительно свежих таланов. Супер. А где они взяли эту идею? Сами придумали. Я вообще думаю, что они гениальны. Но на самом деле рынок же не настолько инновационен, чтобы что-то сильное сочинять. Это логика. С одной стороны. С другой стороны, это изучение тех же самых коллег из других стран. Это приведение показателей в порядок. И здесь нужно иметь определенную такую границу собственной рентабельности и желание получения от рентабельности от потребностей покупателя. Вот когда вы устраиваете эту ситуацию, а здесь она налицо, вы получили оборачиваемость для себя, минимизацию маржи, безусловно, потому что оборачиваемые группы имеют небольшую маржу. И с другой стороны, вы сделали магазин для покупателя, ваш трафик, ваше количество чеков увеличилось. И вы, наконец, можете показать своему акционеру, что да, маржа упала с 20% до 15%, до 14%. Но что такое процент? Как и в текучке, ничего не значит. Просто моя прибыль, валовая, с миллиона, например, гривен, выросла до 2 миллионов гривен. Хотя маржа в процентах упала. Я стал оборачивать эти овощи, фрукты и свой магазин несколько раз. Раньше я его оборачивал 4 раза в месяц, а теперь оборачиваю. Раньше оборачивал 1 раз в месяц, а теперь оборачиваю 4 раза в месяц. Математика. 4 раза в 14% это больше, чем 1 раза в 20%. Это логика. На мой взгляд, если все 3 истории они совмещаются в головах венджеров, то получается очень неплохой магазин, которым нравится покупателям. Вы прямо говорите революционные вещи, что маржа не имеет самого-самого главного значения. Валовый прибыль имеет, безусловно. Да, потому что именно для многих русских ритейлеров и поставщиков, именно битва за маржу, ведь у них самое главное даже. Я помню, Лев Хассис как-то говорил, что самый главный товар, то есть самый желаемый товар для него, это высокомаржинальный и высокооборачиваемый товар. То есть два показателя важнее всего на свете. Я очень уважаю Льва Ивановича. Я думаю, что лучше у него спросить, что он имел под этим в виду. Но на мой взгляд, ритейлер должен как раз заботиться об увеличении валовой прибыли в деньгах, а не о проценте. Уважительно отношусь к перекрестку, но боюсь, если эта политика была пролонгирована в перекрестке, то можно читать их отчеты к чему-то. Да, сейчас мы все знаем. Ну да, спасибо, заставляют задумываться ваши слова. Спасибо большое за это. Вы знаете, я бы хотела, я совсем забыла спросить у Сергея про на самом деле самые важные вещи, ведь они, Сергей ведет сейчас очень интересный проект, проект магазина «Спарк Туле». Сергей, расскажите вообще, чем вы занимаетесь? Что интересного? Вот эта вот интернет-площадка «Retail and Detail», она скорее, которую мы создали с моими партнерами, она имеет не только какую-то основу интернет-ресурса, в котором я, как ритейлер на Камчатке, в Новосибирске, в Москве, в Варшаве, могу для себя найти определенную технологию, скачать ее за очень доступные деньги, например, за 10 долларов, и попытаться внедрить ее. Это определенный уровень менеджмента, определенный уровень компаний, которые могут воспользоваться данной технологией. В основе своей данной продукта «Retail and Detail» это некая консалтинговая группа, которая не консультирует, не обучает, а вместе с менеджментом компаний практически входит в управление и сопровождает определенные функции, достигая каких-то результатов. На сегодняшний момент у нас есть группа таких экспертов, которые, на мой взгляд, являются одним из лучших в управлении, и потерями, в формировании структуры ассортимента, в стратегическом развитии, в формировании концептов, в финансовом управлении, в управлении персоналом, в управлении компетенцией, в управлении мотивацией. Достаточно узкие функции, но, на мой взгляд, именно только так можно быть достаточно углубленным в те процессы, которые происходят в «Retail». Таким образом, мы видим ряд проектов, они параллельно, где эксперты «Retail on Detail» участвуют в практическом управлении на долгое достаточно время, 6 месяцев, год, полтора года, достигая каких-то результатов. «Retail on Detail» — это один из проектов, достаточно успешный сам по себе, без экспертов в «Retail on Detail», который вывел в прошлом году. В этом году тулики увидели новый проект «Retail on Detail», который создан его акционером, безусловно, создан менеджментом данной компании, который в определенный момент времени обратился к нам для помощи в формировании торгового пространства, технологий и так далее. Могу сказать, что данный проект достаточно успешен в Туле, данный проект имеет четкое понимание, что с ним нужно делать в дальнейшем. Мы поучаствовали в последние практические дни, и это было замечательной работой по перекраиванию торгового пространства. Мы создали достаточно большую зону весовых товаров, на взгляд, это оправдало себя, мы увеличили трафик. В этом смысле мы внедрили управление промо и торцами, мы внедрили технологии управления ролл-кейджами, когда при приемке товара товар не везется на склад и со склада в торговый зал, а расконсолидируется сразу паралл-кейджам, которые имеют свои названия, выклеи, напитки, и сразу же ввозятся в торговый зал. Таким образом, мы достигли заполняемости полок в гипермаркете. Это очень важно при большом потоке клиентов поставлять туда вовремя товар. Мы достигли увеличения продаж, на взгляд, благодаря тому, что все товары вставали на место позже, вовремя. Мы получили сокращение персонала, потому что путь товара на полке теперь следовал не через склад, где обычно он теряется в наших компаниях, а сразу же в торговый зал. А может, вы можете привести пример, допустим, насколько сократили персонал? Я могу сказать, что это может сократить персонал до 15%, все, что касается приемки торгового зала и, конечно, этих грузчиков. Все, что касается увеличения товарооборота, то эти цифры адекватны, там, отсутствие аутостоков. Это процентов 10 еще. Вот. В принципе, это достаточно хороший такой результат. Это очень существенный результат. Да, это существенный результат. Очень простая технология. В нее акционер инвестировал деньги, теперь хочет использовать ее в других магазинах. Вот такими вот мелкими функциями мы внедряем разные очень интересные практики, которые подсмотрели, адаптировали для российского рынка и внедрились здесь уже. Есть опыт, можно ехать туда, можно смотреть, как это работает. И, на мой взгляд, большинству наших клиентов, которые приходят на ваш сайт, это будет достаточно интересно. Да, мы будем очень-очень стараться, чтобы в сентябре приехать с Сергеем этот магазин «Спар» и снять интересную передачу и показать всем русским дитейлерам, что там такое происходит. Он вообще интересный магазин. Я действительно думаю, что это очень полезно будет. Он не только красивый, он не только красивый, он получается достаточно технологичным. В нем, на мой взгляд, инновационные такие есть зоны свежих продуктов. В торговый зал он тоже, на мой взгляд, инновационен. Клиенты ходят там как по рынку, а не по квадрату. Тем самым, среднее время проведения в магазине, в этом магазине увеличено, в отличие от обычных традиционных магазинов, что отражается на среднем чеке. Средний чек выше. Для Тулы это уникальная история. Надо понимать, что Тула не самый богатый город по доходу людей. В Туле есть достаточно много по больших магазинов с низким ценовым позиционированием. Надо сказать, что «Спар» и «Гипермаркет» это скорее доступные цены среднего уровня. Однако большое количество супермаркетов создали имидж этого магазина. Может быть, даже средний и выше. Тем не менее, большое количество людей, трафик увеличивается, люди начали разбираться в ценах, людям показали высокое качество. Я не видел в Москве таких магазинов. Высокое качество предложения товаров. Люди любят данный магазин. И его модель, его визуализация, его представление ассортимента, его технологии, которые используются, могут быть интересны вашим читателям. Да, надеюсь, что у нас и получится. Мы увидим это лично. У меня остался последний вопрос, который на самом деле очень главный, очень важный. Вообще, как вы оцениваете российский ритейл? Вы, как профессионал, видите, какие основные болезни, что ли, скажем так, назовем это так. Какие основные проблемы русского ритейла для вас сейчас очевидны? Может быть, основные риски, какие сейчас есть? Может быть, это назвать таким, российским, ритейлер-менталитетом. То есть это не обязательно только проблема? Я думаю, российский, не знаю, насколько можно это говорить, насколько это корректно ко всем предпринимателям, которые занимаются ритейлом. Это безумно тяжелый бизнес. Но в одном только могу поддержать, если мы понимаем под российским менталитетом в ритейле. Одно и то же, наверное, это одна только из причин и опасностей данного ритейла. Что я имею в виду? Это в определенный момент люди становятся менее рискованными. Они в меньшей степени ищут технологии, которые могут быть действительно конкурентным преимуществом. Они основывают свою позицию на том опыте, который был уже ими создан в этом регионе. Но туда приходят сети федеральные, туда приходят другие игроки. Они более динамичны, они могут себе позволить понижать цены, они приводят новый ассортимент. Они более технологичны, опять же, и товарооборот начинает медленнее расти вначале, потом он начинает вообще не расти. Потом понижается операционная прибыль, потому что вам нужно конкурировать и вы ничего не можете делать. В плане технологий вы увеличиваете затраты на свой персонал. По сути, это путь в никуда. Когда наступает тот момент, когда собственник, менеджмент, понимает, что они открыты для изменений? На мой взгляд, это единственный путь для выживания российского ритейла. Это быть всегда открытым к изменениям, инвестировать в эти изменения и изменяться. Пробовать, пробовать, пробовать. Ситуация, тем не менее, достаточно хороша на рынке, и наш рынок, тем не менее, все равно остается менее конкурентным, чем в каких-то странах, к которым мы привыкли апеллировать. Что, на мой взгляд, может происходить с ритейлом? Наш рынок остается неконсолидированным, в нем присутствуют десятки, десятки сетей. Они достигают по разным оценкам от 150 до 250 сетей по всей России с оборотом более чем 50-100 миллионов долларов в год. Безусловно, такая ситуация продолжаться не может долгое время, поэтому наш ритейл ждет рынок слияний. Добро пожаловать сливаться и организовать более большие крупные сети на уровне регионов или межрегионов. Это рынок поглощений, он также не будет, наверное, динамичнее, как и было в прежнее время, тем не менее, динамика поглощений со стороны, может быть, не федеральных игроков, а со стороны региональных игроков, более мелких региональных и соседней региональных. На мой взгляд, это больше и больше примеров мы будем видеть. Сети будут продаваться, притом в плохом аспекте продаваться, то есть есть когда выбор обанкротить ее или продать договоры аренды, такое тоже будет, это происходит из-за негибкости менеджмента, из-за невозможности использовать этих технологий, из-за неагрессивности, из-за желания зарабатывать маржу, анималовую прибыль. уже начинаем понимать, что это такое. Годы, и у нас, в мой взгляд, останется 20-30 сильных игроков, на которые будут опираться российский ритейл. слава богу, это российский ритейл, и российские компании будут все равно в чартах, в первых строках российского ритейла. Слава тебе. В этом смысле рынок развивается, как развивается. И вначале мы боялись крупных западных игроков, потом мы опять их боялись, потом боялись государства, конкуренции. Нужно перестать бояться, потому что это определенное программирование на развал. Нужно в итоге делать что-то для того, чтобы конкурировать, быть жестким. И у каждого регионального ритейлера есть куча своих преимуществ в отношении к федеральным. И для кого сложнее, еще большой вопрос. Управлять 30 тысячами человек по всей России и не до конца быть технологичным или управлять сетью 100 магазинов, которые находятся в одном регионе, в котором ты глубоко знаешь, в котором ты все равно будешь являться лидером по товарообороту и по продажам какого-то местного ассортимента. Нужно инвестировать в людей, нужно инвестировать в технологии. В людей тех самых носителей этих технологий и в технологии, которые оптимизируют затраты. Вот. И можно выживать, можно зарабатывать в этом смысле. Очень-очень неплохие деньги. Здорово. Это мы все хотим очень. Все, дорогие наши зрители, на этом мы заканчиваем. Спасибо большое, Сергей, что вы к нам прилетели на самолете. Спасибо большое. Было очень интересно. Я думаю, что мы скоро с вами увидимся, когда мы приедем в спа. Даля, спасибо вам. И вы нам покажете и расскажете все там. Спасибо вам. пожелания здоровья и укрепления вашего бизнеса и роста. Спасибо. Всем, кто смотрел. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok